С приходом осени мы все чаще и чаще задумываемся об окончании дачного сезона и консервации сада. Весной и летом, покупая растения, мы очень часто слышали от продавцов, что растения на первый-второй год нужно укрывать или притянить. Но тогда казалось, что осень и зима еще далеко. Упремся, разберемся. Сейчас, с каждым днем, этот вопрос становится все насущнее и насущнее. Если прогуляться по магазинам и гипермаркетам, то можно обнаружить очень большой выбор укрывного материала и различных приспособлений и сооружений для укрытия. Мы попросили наших ребят сделать обзор этого рынка и решить, что действительно удобно и выгодно покупать, а что лучше смастерить самостоятельно. В одном из ближайших видео они обязательно об этом расскажут. Сегодня мы поговорим, какой материал можно использовать для укрытия, а главное, зачем. Начнем с хвойника. Если вы купили зимостойкий вид, сосну горную, туну западную, еле сербскую, различные сорта еле обыкновенной и зимующие виды можжевельника, то защищать растения от морозов не нужно. Но тем не менее, нам рекомендуют прикрывать и пугает весенними ожогами. Действительно, давайте разберемся в сути этой проблемы. Что такое весенний ожог? Когда он нам действительно страшен? И самое главное, когда и чем укрываем? Весенний ожог наступает в результате дефицита влаги в Клое. Мы помним, что самое большое количество солнечных дней в Ленинградской области приходится на февраль. Помним также, что у хвойных процесс фотосиндеса продолжается и зимой, только происходит крайне вяло. Но с увеличением солнечных дней он усиливается, а это приводит к увеличению испарения влаги в Клое. Однако у свежепосаженных растений корневая система еще недостаточно глубокая и плохо развита, а верхний слой земли сильно подмерз. Таким образом, пополнить недостаток воды растение не может. Следовательно, вся влага испаряется из веток и хвои, и это приводит к гибели отдельных частей растения. Также недостаток влаги хвои может привести к так называемым холодным ожогам. Обезвоженное растение, а это касается не только хвойных, но и лиственных, крайне уязвимо к морозам. И если солнечные ожоги проявляются исключительно с солнечной стороны, то холодные ожоги проявляются по всему растению. Так что же делать? Ну, во-первых, правильно плевать. Об этом у нас был целый сюжет. Во-вторых, притенить растение. Если речь идет о низких формах, это, как правило, не выше метра, то чаще всего они укрыты снегом. Он спасает и от мороза, и от солнечных ожогов, но и сильного примерзания почвы, само собой. А вот если вы посадили изгородь из полутора или двухметровых туй, то надеяться на такой слой снега, увы, не приходится. Надо позаботиться об этом самим. Тогда укрывать. Как мы сказали, хвойные начинают загорать в конце февраля. Поэтому можно укрыть растение поздней осенью или в начале-середине февраля. Мне нравится первый вариант – осеннее укрытие. Никогда не знаешь, что будет завтра. А вдруг в феврале не будет возможности приехать и укрыть? Или будет столько снега, что к растениям будет просто затруднительно пробраться? Но здесь решать вам. Особой разницы нет. Хотите осенью, хотите феврале. Единственное, не надо притенять растения в сентябре или октябре. Лучше дождаться массового листопада или после первого снега во время оттепеля. В идеале должна установиться стабильная минусовая температура. Где-то минус 5, минус 7. Это идеальное время для притенения растений. Теперь самый главный вопрос. Чем укрываем хвойные? Различные сети и садоводы на просторах интернета предлагают нам 4 варианта. Первое – укрытие нетканным материалом, он продается как в рулонах, так и уже готовые чехлы. Причем, как традиционно белого цвета, так и в форме различных животных и сказочных существ. Вот на этом материале хотелось бы остановиться поподробнее. Давайте вспомним, для чего мы всегда использовали спамбонд белого и черного цвета. Черным геотекстилем мы застилаем грядки. Под ним немного быстрее прогревается земля и медленнее растут сорняки. Так как тань черная и плотная, то в таких условиях сорным растениям расти затруднительно. Напомню, что цель у нас с вами совершенно другая. Мы пытаемся сохранить влагу хвои, то есть защитить растение от перегрева, а не от мороза. Что у нас с вами происходит под таким вот колпаком? Неважно, белого, розового или черного цвета. Мы надеваем колпак или обматываем растение спамбондом. И получаем обратный эффект. Под таким укрытием в солнечные дни мы получаем микротеплицу. Влага испаряется с удвоенной силой. Особенно страдают ветки, соприкасающиеся с тканью. А если ткань темная, как здесь? Жизненные процессы хвойных замедляются, но не останавливаются совсем. А фотосинтез в темноте просто невозможен. Но также черный цвет аккумулирует тепло. И опять же у нас с вами получается обратный эффект. Что же делать, если мы уже запаслись спамбондом? Скупили все магазины? Выкидывать? Конечно, нет. Но, во-первых, этот материал можно использовать для листопадных растений, в зимостойкости которых вы не совсем уверены. Мы, например, укрываем таким образом некоторые виды листопадного рододендрона – азалии. Во-вторых, такая ткань подходит для растений, которые не сбрасывают листву, в том числе и хвойных. Но это должно быть так называемое воздушное укрытие, когда хвоя и листва не соприкасаются с тканью, а воздух свободно циркулирует внутри. Для такого укрытия ставятся каркасы. Внизу она не затягивается или просто оставляется щель порядка 5-20 см. Такие укрытия делаются обычно для рододендронов. Еще один вариант использования спамбонда – это когда нужно закрыть растения от сильного ветра. Сильный ветер в зимний период также негативно сказывается на водном балансе растений, особенно хвойных. В этом случае можно поставить защитные экраны, используя плотную ткань. А вот такие чехлы, если у вас нет слабо зимостойких растений, а исключительно то и хвойные, можно поставить на каркасы, расставить по всему участку, устроить себе карнавал. Но ни в коем случае им нельзя укрывать своих хвойных. А что кроме спамбонда нам остается? Ну, как минимум три вещи. Старая добрая марля, мешка видно и фасадная сетка. Марлю вы можете купить в любой аптеке. Иногда кажется, что производители специально позаботились о садоводах. Она продается в абсолютно различной фасовке. Метр на метр двадцать, метр на полтора, метр на пять и так далее. Укрытие в марле вполне быстрый и эффективный способ, а главное бюджетный. Однако, если вы живете на участке круглый год, то возможно марля вам по эстетическим критериям не подойдет. При малейшей влажности и обилии осадок марля намокает, затем схватывается морозцем и застывает в таких причудливых формах, в пору снимать кино про привидения. Мешковина. Мешковина выглядит намного эстетичнее. Особенно хорошо она вписывается в зимний пейзаж, но она должна быть не совсем плотной, чтобы растение все-таки под ним дышало и не спривало. Мешковина, идущая на мешки для картошки из-под кофейных зерен, нам не подходит. Растение в нем попросту задохнется. Однако, существенным минусом мешковины можно считать ее ценой. На некоторые растения такое укрытие обойдется в ту же цену, что и само растение. Остается фасадная сетка. Пока что это оптимальное решение. Температура под ней такая же, как и на улице. Она приятного зеленого цвета, воздух свободно циркулирует, создавая притенение, но тем не менее свет она пропускает. Еще ее достоинство можно считать, что она долговечна. Ее не надо стирать. Сняли, закинули куда-нибудь в гараж, и она ждет своего часа. Невысокие хвойные можно не укрывать или прикрыть несколькими ветками лапника. Но об этом будет отдельный сюжет. На этом все. Надеюсь, мы были вам полезны. До скорых встреч. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И ждем вас в нашем садовом центре. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!